Продолжение следует... То есть от слова «сейчас» не в погоне за счастьем не замечаешь настоящего, а замечаешь его, когда оно становится прошедшим, в погоне за бывающим. И вот во многих русских словах не Бог, не Бог. Почему? Бог не в небе, а в нас. И даже это определено русским словом. Что такое слово «беда» без еды? Русские люди не слышат своего языка. Они забыли это в погоне за идеалами Запада. Запад лишь живет миром потребления. Нашу историю записали историки, купленные торговцами. Летописи писали люди по заказу торгашей. Весь мир с какого-то момента попал под торгашей. И кривда стала выдаваться как правду. Произошло это в районе Средиземного моря. Прошу только ни на какие национальности не переводите. И произошло это примерно 7-8 тысяч лет до нашей эры. И оказалось, что до этого именно на территории России существовала жизнь. Более того, цивилизованная жизнь с точки зрения мышления. Я не фантазер. Многие фантазеры это знают. И поэтому я поехал на Расковку. Я побывал на Расковку. Я бывал... Аркаим вы много не слышали. Наверняка здесь люди просветленные, продвинутые, знающие. Аркаим, Южный Урал. Город, построенный небесной сферой. Распроизведена. И вот в конце 80-х начинают открываться факты. В конце 80-х ученый-станович звонит в политбюро СССР и говорит. Вы плотину строите. И там откопали удивительные вещи. Может быть не будете плотину строить? Яковлев, агент влияния Запада, как его многие называли. Ему надо было хоть что-то сделать против коммунистов. И сделал он хорошее дело. Он добился того, что плотину перестали строить. Игры в эту ситуацию. И пошли археологи и откопали город. Откопали несколько поселений. Так же, как Москва, радиальные, кольцевые. Просто в другом совершенно масштабе. Я был там. Меня Заданович водил по этим местам. 2500 лет до нашей. Что это значит? Это то же самое, что строительство пирамид. Но есть одно новое. И очень существенное. И люди, жившие в Аркаемии, были гораздо более развиты, чем те, которые строили египетскую пирамиду. Потому что там был камень, дерево, а здесь была бронза, оказалось. Причем в каждой печи, в каждом доме была печь, как по выглавке бронзы. То есть это было домашним таким ремеслом. А в Грецию на 500 лет позже пришла бронза. И весь мир считает, что бронзовый век наступил с приходом бронзы в Древнюю Грецию. Раз. Несвезуха. Дальше. Я поехал в Триполи. Триполи на Украине, Западной Украине. 6000 лет до нашей. Города по 20 тысяч человек. Кстати, чтобы вы знали, Россию... Не Россию. Россия не была в то время. Я неправильно сказал. Народ, который жил у нас, называли страной гордариков. Городов. И это называли еще кельты до нашей эры за несколько тысяч лет. Уже называли гордариков. Позже в Сибирь называли тартарией. Отсюда в тартарары. Отсюда татары. Это так, к слову. И вот я был в Триполи. 6000 лет до нашей эры. Я видел эти города. По 20 тысяч человек тоже. Они по хрицевой системе. Такое солнечное построение небесной сферы. Вазы. У меня даже дома вазы 6000 лет до нашей эры. Представляете? Ну что интересно. Когда спрашиваешь у украинских ученых, кто там жил, они говорят, мы не знаем. Врут. Они все знают. Просто им сказано, чтобы они утверждали, что это средиземноморская цивилизация. Они хотят даже предками от нас отколыться. Они не хотят, чтобы у нас общие предки были на сегодняшний день. И поэтому ученые врать не могут, они просто не говорят. Им запрещено это говорить. Но получилось так. Видимо. Я кое-что буду говорить. Видимо. Чтобы ученым на нас с вами после того, как вы будете размножать это все. Видите? Доказательства какие-то есть для меня. Для них их будет маловато. Но когда Коперник говорил, что Земля, вокруг Земли ходит Солнце, между прочим, у них были все доказательства ученых о том, что Солнце ходит вокруг Земли. А многие знали, что это наоборот. Но не говорили. Поэтому на ученых в русском языке есть замечательное выражение. Позволю себе хамство. Ученые в говне моченых. Дело в том, что они действительно изучают книжки, а потом выкишут свою книжку. Так нельзя про всех ученых говорить. Не все так. Но в советское время, особенно в конце существования Советского Союза, ученые, лингвисты вообще закрыли все темы. Они вообще прекратили всякое знание нашей истории. Я понимаю, Лихачев был на зоне. Он был в ссылке. Знал он или не знал, не знаю. Но это была абсолютно западная теория, которая преподавалась в истории. И вот интересно, что в Триполье люди сожгли, города и ушли. И в это время, я вам только факты говорю, не утверждаю, появляется шумерское государство. Через 500 лет. Ну, плюс-минус, конечно. Я очень примерно это говорю. Ученый скажет, не 500, а 450. Не имеет никакого значения. Главное, что времени на переход хватило. Правда, это гипотеза. Но, есть еще одно доказательство. Боги шумерские некоторые по именам совпадают с богами трипольскими. А трипольские боги совпадают с богами на Урале. Например, бог Ураж. А Ураж, вы понимаете, что это значит? У-ра. То есть солнечный бог. Отсюда и Урал, лежащий у солнца. Это древнее-древнее время, когда нашими богами были солнечным богом. Потом наши предки предали солнечных богов и пришли к домашним богам. И в этот момент многие слова меняют свой смысл. Например, Крамола становится словом отрицательным. А Крамола — это молитва к богу Раму. А Волга называлась рекой Рам. Когда наши волхвы пришли в Египет, они назвали Нир, рекой Рам. Но мы уже знаем египетскую цивилизацию, но мы не знаем, что пришли туда те, кто жрели к Лим. То есть жрецы. И мы не знаем, что название средиземноморский происходит от названия древнего нашего пронарода. Носителем языка которого являются славянские народы. Нельзя говорить русский. Русский, украинский, белорусский, немножко латышский, литовский, сербский, естественно, чешский и польский языки. И мы как двоюродные, троюродные родные братцы. Вся, весь материк был заселен людьми, которые говорили на одном языке. И это существовало много тысяч лет, начиная с каждого века. Я был на раскопках в Костюмке. Смотрите, какое название. Костюмке. Там кости всегда были. И люди знали это. И археологи знали. Но начали копать сегодня кто? Американцы. Они узнали про эти раскопки и дают гранты на работу археологов. Они дают 20% остальное собирать себе. То есть они просто банки раскручивают на это дело. И мы поехали туда с писателем Алексеевым, который написал «Сокровище Валькирии». Ну что, мы видели жилища, построенные в ледниковый период 22 тысячи лет до нашей эры. 22 тысячи лет. Подворожье. В ледниковый. Остовы этих жилищ, фундамент. Кости мамонтов. В то время было безотходное производство. Мамонт шел во все. И в пищу, и в жерсть. И жили кости, и вудамин делали. Это был ледник. Ледник туда приполз. Скажем так, примерно 20 тысяч лет до нашей эры. 22, 25 может быть, да? Люди не приходят жить в ледниковых. Значит, они жили там раньше. Никто из Африки не пойдет жить в ледниковых. Эта теория заселения из Африки, она не выдерживает никакой логики. Потому что на север люди не идут за хорошей жизнью. С севера на юг идут. Стали дальше разбираться. 44 тысячи лет до нашей эры. Поселение в Костерке. И это доказано сегодня кем? Американцы. Им можно верить. Тут они не врут. Тупые-тупые, а саможарят, когда надо. И потому что если бы наши датировали, они бы сказали 100 тысяч лет. Американцы не привыкли брать. Им надо деньги всю жизнь раскручивать, а не один раз. И действительно, что такое 44 тысячи лет до нашей эры. Да еще 42 тысячи лет до пирамиды. Получается, сегодня американцы раскручивают теорию заселения всей Европой, всей Европой людьми с нашей территории. Но это они разговаривают. А мы не знаем ничего. Многие уже знают. Но, в принципе, знают мало людей. Итак, Триполье. Кстати, еще один Энлиль, бог, тоже был в Триполье. И он жил в Шумеров. Получается такая картина. История сегодня. Вообще, я вам скажу, вот летописцы некоторые были очень умными. Им заказывали написать, возвеличить царя, возвеличить Катардаша какого-нибудь. А они делали хитрейшие штуки. Они допустали ошибки в летописи. И это самые умные летописцы. Чтобы мы сегодня, логичные люди, по ошибкам думали, что-то не сходится. Стали копать и нашли правду. И вот такими были многие. И Нестор был гениальный. Он допустил ошибки. Ветхий Завет написан с ошибками. Но когда начинаешь его читать, понимаешь, что правда в другом. Иисус никогда не был христианином. Он вообще не был. Он был язычником. Он был против фарисеев. Он был против... Хорошо, язычник, слово сегодня плохое, хотя оно означает, я зычу естество. Я озвучиваю природу. Это природоведение. Это вера без религии. Это жить на земле, чувствуя природу, как бабочки, как пчелы. То есть жить радостно. Что такое радость? Достать рак. Что такое радушие? Светлая душа человека. Что такое храм? Хранилище света. Что такое рай? Скопление света. Что такое святой? Святой. Святой. Тот, кто свет чувствует. Это все в нашем языке есть. И, наконец, гениальное русское слово. Почему, как я говорил уже на концерте, нас нельзя победить? Да потому что, если к нам пришел, мы ура, прокричали и все. Ура! Это привлечение солнечного света. Энергетики. Наши предки солнечные. И поэтому наша страна называлась, не страна, края, Россия. Сияние рад. То, что я сегодня говорил на концерте. Отсюда произошло слово Раша. То есть сияние в английский Шаин. Ра Шаин есть Раша. Но они не знают этим аллоги этого слова. И им даже на ум не придет, что основа и корневая основа слов лежит в нашем языке. Я мог бы тысячи примеров вам привести. Есть такой ученый Драгункин в Питере. Драгункин несколько тысяч примеров в каждом языке нашел происхождение от русских корней. Он называет русскими. Я бы поосторожнее был. Не надо эту идею превращать в шаминистическую. Это проязык, носителем которого являемся мы, славянские народы. Но мы забыли это все. И получилась следующая история. Причем он даже доказывает, что японский язык произошел от нашего. Он доказывает, что китайский. Я когда впервые увидел... Знаете, у меня так интересно в жизни получается, с тех пор, как я стал природопедически чувствовать мир, вот я ничего не ищу, что мне надо ко мне приходить. Только я не ставлю целью заработать денег. И они мне приходят ровно столько, сколько мне надо. А мне надо немного. Золота у меня нет. Я считаю, что если мужчина носит золото, он жлобом будет. И сплю я на полу. У меня матрас лежит. И гламура у меня нет. У меня даже в Подмосковье ничего нет. Есть ни коттеджи, ни дачи. Потому что я родился в Риге, и я в Подмосковье не могу найти море с соснами. Не нравятся мне вот эти заборы из плит разобранных ракетодромов. Я не могу. Я в смысле быта, я европейский человек. В смысле души я восточный человек. В Подмосковье мне это не нравится. Кроме того, это неадекватно деньгам. Зато у меня денег просто жалко. Кстати, слово деньги интересное. День и ги. Ги это движение. Движение на день. То есть очень точное слово английское каренси. Текучка. А манить пришло в слово маны. Манить, манить, заманывать. Заманывать. Что такое север? С вера. Там созрела вера и вера. Есть русское пословице. Держи голову в холоде, ноги в тепле. Почему? Голова соображает лучше в холоде. На севере развивается сознание всегда. На юге ничего не развивается. Посмотрите сегодня. Говорят, почему обезьяны не становятся людьми в нашей. Говорят, да потому что они у меня юге все. На юге не становятся людьми. Им и так хорошо везде. И на севере быстро начинают развиваться сознание и появляется язык. И там созревает огромная страна гиперборея, откуда мудрость идет постепенно во все уголки земли. Каким это было царство 39-е, 30-е, которое сохранилось в памяти наших сказок, я не могу сказать. Некоторые утверждают, что были летательные аппараты, на которых Геракул летал, Аполлон летал. Вполне возможно. Не знаю. Но только в какой-то момент происходит катастрофа, описанная в славянских мифах и ведах индийских. Черный бог украл белое солнце. Резкий поворот земной оси, в силу чего трудно сказать. Многие погибают на земле. Но вызревший там человек разумный начинает движение к югу, потому что там начинается оледенение. И он идет разными путями на юг. Часть людей уходит очень разумных, созревших, мудрых, у которых есть язык, есть пословицы, есть знания, есть вера природоведическая. Веды, извините. Не именно веды, а слово веды. Ведь индусы что сделали? Что хранит Индия? Индия это файл, который хранит информацию, которая могла бы потеряться. Но индусы не понимают, что они хранят. И только один ученый Тила сто с лишним лет назад сказал, индийский, индейцы, индусы, сказал, веды пришли к нам с севера России. Потому что он проанализировал веды и понял, что вся мудрость пришла. Вы посмотрите, северные индусы белые, а южные черные. Потому что в Индии жило племя дравидийцев. Огромный народ дравидийцев. Тантра это философия дравидийская. А пришли белые, арии. И они, наши волхвы, стали брахманами. Брахман это бога Ра. Ха это равновесие означает. Аман, Ману, это первый человек по индийским ведам. И они стали брахманами. Или брахманами, там, я не знаю. И записали веды, и придумали первый язык письменный, чтобы не потерялась мудрость. Они почувствовали опасность какую. Мир попадет под таркашей. И надо записать правду. Потому что те поменяют плюс-минус и не станут. В мир придет лукавство. Придет коварство. Сказка о колобке. Колобок. Это земля. Дед и баба. Две сущности бога. Испекли колобок. Колу это солнце. Это вы знаете. На боку катится вокруг солнца. И пустили. Энергиями всеми его обработали. И покатилась земля вокруг солнца. И волка прошла. И медведи. И агрессия. И войны. Все прошел колобок. Ничего ему. Лиса. Падла торговка. Лукавая олигархичка. Опасность для человечества представляет. Даже не торговцы. Идеалы торгаши. Торгаши должны существовать. Но они должны жить по законам рабочего человека. Ра. Бо. Ра. Солнце. Бо. Бог. Че. Это чутье. Чувство. Чудо. У англичан вообще нет буквы Че. Им не надо. Они двумя. И они нас еще учат. Как нам грамотно жить. Они пишут Манчестер. Произносит Ливерполь. И они нас будут учить логи. У них. Они выбросили часть букв. Даже. Своих предков. Им не нужно. Им быстрее торговать надо. Быстрее воевать. Быстрее добраться до прибыли. Колобок об опасности. Которую несет все торговцы. Все народные сказки имеют другой смысл. Обыватели не понимают и пересказывают в чисто обывательских каких-то образах. Что такое коза. О семерых козлятах. Я Владимиром вчера рассказывал. Сказка о... Как она называется? Волка с семерых козляток. Воверх семь. Это очень точное число. Любимое число Бога. На седьмом день он отдыхал. Семь раз отмерить не отрежь. На седьмом небе от счастья. Он был, когда сделал вверх. И семь особое число. Семь нот. Семь чакр. Семь цветок. Как и семь чакр. Нужно у каждой чакры справиться. Чакра вообще по-русски вихает. Оно просто перешло в слово чакры. Выйдет. Вообще это наше слово вихает. Потому что крутится в этой сторону вих. Если вы, кстати, будете крутиться по утрам, у вас весь день пройдет лучше. Только не надо сразу много крутиться. А с трех начинать, крутиться, через день увеличивать. И вот если довести и... Что-что? По часам. По часам. По часам, если вы стоите на часах. Да-да, но я точно отвечаю. Я у Запада учился рациональному мышлению. А у нас эмоциональному. Да-да. И это даосское упрощение. Оно раскручивает вихри. И если человек делает три оборота и падает, у него нет молодости. Уже уходит молодость. Энергия скупоживается. А иногда молодой человек не может в трех раз прокрутиться. Это не дипофизм. Это уже энергия начала ставиться. Но люди просто много не знают. Так. Возвращаемся к семерным разглядам. Непростая сказка. Казан. Почему казан? Камни. Что такое камни? Что такое душа? По-русски. Ка. Отсюда капище. Душа. Пища для ка. И отсюда гениальное русское слово пока. Иди по душе. Вы замечали, что русские люди все говорят, целую, до свидания, прощаю, все. Ну пока. Абсолютно ничего не гордо, казалось бы, с точки зрения рационального мышления. Ты уже тысячу раз попрощался. Что тебе еще пока? Я говорю, это в нас. Мы не можем не определить эти типы души. Но люди этого не знают. Покаяние. Камень. Душа мне. Камни, как магнитофоны. Энергетику записывали. Душу. Духовная. Так магнитофоны копили всю информацию. И с высеченными чертами и резами назывались казы. И вот ведическое животное ходило по камням. Поэтому считалось мудрой, что считывая информацию, ее назвали каза. Она ведунья. Ведьма. Что такое ведьма? Ведующая мать. Сокращение. То есть очень положительное слово. Это инквизиция поменяла плюс-минус у местами. И она говорила козлятам. Детишки, отлучиться надо. Придет торгаш. Придет торгаш. Он так свой голосок перекурет. Не доверяйте ему. Не открывайте ему свои сердца. Но вот сутьяра. Как же он перековал себя. Вот типичный наш олигарх. Заманухи такие поставил существенные, что козлята, конечно, ну как, но они ничего не поняли. Конечно, они открыли дверь. Шестеро только было съедено. Это тоже очень важно. А седьмой остался, спрятался за печкой. И вот вернулась каза, и он ей все рассказал. И вот там тяжело было за печкой. И паутинно там, и грязно, и пыльно. Но он выдержал. И горячо. И все рассказал маме. А она мудрая. Она поняла, что нельзя с торгашами бороться. Не бодаться нельзя. И она решила применить свои способы. Мудрые она пришла, а волк развел костер. Вот как сейчас в Передней Азии. Разгорается костер. Торгаши уже развели костер. Уже разгорается. И вот он грелся у этого костра. Волк, Торгаши. И коза ему говорит. А давай соревноваться. А вот это ему понравилось. Кто через костер перепрыгнет? Это первый вариант сказки. Они стали прыгнуть через костер. Волк обожрался. Он в мире потребления живет. И поэтому он не перепрыгнул. И козлята выскочили. Он сгорел. Козлята выскочили. А коза, она не обжиралась. Она перепрыгнула. Пошли домой. Морально. Один козленок должен остаться в живых, чтобы передать информацию. Таким козленком стал русский язык. Вот он передает правильную информацию на самом деле. И я часто поэтому обращаюсь к этим словам, которые имеют правильный, правдившний смысл. Я сегодня сказал, что слово страдать было хорошее. Но оно стало плохим. Так же, как слово свекровь было хорошее. Потому что свертали кровь. Но в наше время уже лишь целье свернулась кровь. И многие убоги. Хорошее слово. Блуд. Блудить. Ходить. Но когда мужики стали ходить в другую сторону, это стало плохим. И так многие слова поменяли смысл. И вот этот народ в Гипербореи. Я возвращаюсь к тому же, чего начинал. Не всегда. Поэтому вы меня иногда поправляете. Из Гипербореи условно называем. Такой страны нет на картах. Мы называем эту мифическую страну. Но похоже, что там была жизнь. Там вечная мерзлота. Раскопать невозможно. Ничего. Но вечная мерзлота сейчас отступает. И все время открываются новые расходки. Доказывающие, что человек созревал там. Они идут. Часть уходит куда? В Америку. И там становятся кем? Бога не индейцы. Вы знаете, что все индейские боги? Индейские в Америке. Они голубоглазые и светловолосые. И бородатые. Типичные наши староверы. Я видел даже зарисовки у перуанцев. Видел у племени майя. У племени майя Кукулькан. У ацтеков Кецалькатль. А у перуанцев Веракочи. Все голубоглазые. И у них там что-то произошло. Они оттуда потом сгинули. И индейцы сейчас ждут приходы этих богов. И когда приехали испанцы, пришли на кораблях, они думали, что это вернутся от Кецалькатли. Они не ожидали такого погрома, который устроили западные миры. Была гора, от которой я с того вам рассказываю. Наша Михаил Агинзонсона гора Мяру. Куда отправлять с души усопших. Отсюда мера жизни. Отсюда мера. Когда стали торговать, появилось слово мера товара. Потом мерка, когда товар стал мелким. Потом, когда боты отделились от славян, это стало маха. А когда стали торговать в одном месте, маркет. И сегодня маркетинг возвращается к нам, от нашей горы Мяру. Но опять этого никто не знает, как никто не знает, что такое попкорн. Это популярная сорная еда. Потому что корн – это эс русская. Так же, как английское слово «угол» означает «кона». «Кона» пишется через русское эс. «Сорнер». Там сорт выбрасывали. И так многое начинает открываться, когда вводишь, зная корни русского языка. Когда начинаешь копать, получаешь. Что такое дом? Река. «Лоно на дону» – кусочек земли. Нейте они. «Лоно на дону» превратилось в «land». Кусочек земли по-английски. «Лоно на дону» – это «Лоно на дону». От нас отделились из горе. Ушли, хотя сегодня шутил, но в этом есть доля правды. Ушли туда с богом Велесом. Велес – бог скота. И отсюда – уэртс. А скот – скотландия. У шотландцев до сих пор наши скоринные славянские обряды, которые мы потеряли. Но когда все это созревало на территории России, вот идут народы, переселяются на юг. Они идут тысячелетиями. Это же не на поезде они едут. Тысячелетиями движутся. Они оседают в лесостепи. Что такое лесостепи? Очень хочется плотиться. И лесостеп начинает рожать новых, новых, новых. Матриархат. Извините, милые женщины, но вы мир не раздевали. Вы прозявили развитие рационального мышления человечества. Сто тысяч лет на земле практически не развивалась наука, не развивалась рацион, а развивалась эмоция. И пацаны, которые уже вели людей при переселении, женщин не могли руководить, силы не хватало. Пацаны начали говорить, да сколько можно им подчиняться. Они стали сбегать от матриархата в болото, в леса и воровать банк. Откуда появился обычай какой? Воровать невесту. Обычай вообще очень интересно. Тогда хоронили не как в гробах, нет, а возвращали в положение, в котором человек в матке находился. Вы замечали в древних частках. Какое свое выражение? Загнуться. Чтобы ты загнулся, чтобы ты попал обратно в это положение. Судя по всему, я правду говорю, я еще раз говорю, это вроде как полуфантазия, но они очень логичны, потому что очень много совпадает по языку. Народ, который стал переселяться, это были почерники Арии. Те, которые оставались на своей земле, стали славянами и скалоттами. Скалотты это мудрейший каста, практически со славянами одного разлива, мудрецы, маги, волшебники, волхвы. Отсюда слово школа. Латинская школа. Очень много латинских слов происходит от уст. Например, как по-английски, по-латыни яйцо. Оба, обала. Как по-латыни время. Ора, эра, пора. Что такое авэ? Слава. Ава, Мария, Слава, Мария. И так множество слов латинских. Это обрубленные. Что такое витта? Жизнь. Была у нас вагиня. Она вила нить жизни. Вагиня Слав. Вила, вить. Вот вам и жизнь витта. И вот так попнешь поглубже, оказывается, что во всех... Я испанский, даже не хочу учить. Я слушаю испанский язык, фильмы, я все понимаю. Мес пуэста, месяц пуста. Мулен Руш, Мулен Раш. Украинское слово совершенно. И получилось так, что весь этот народ занял весь материн. Расплодился безумно. И главным... Кстати, Иордан, Ярдон. Паленый Стан, Палестина. Ирий. Это рай по древнерусскому. Ирий, Даны, Иордания. И множество. Пруссия, Поморская Русь. Вена, Венеды жили. Венеция, Венеды жили. Сербия, Серебряная Русь. Сканды народ ушел в Мирнави, Скандинавия. И так расшифровываются многие слова, которые Запад просто не знает. Они даже не знают, откуда у них слово Восточь. Как Пасха по-английски? Ист. Исток. Откуда они пришли? Как Пасха по-английски? Ист. Праздник Восточный. Они даже это не думают, что они принесли. А мы Пасха, мы взяли средиземноморские слова. Потому что мы попали под пиар Рима. Скифы не давали распространиться торгашам. Вообще, посмотрите на границы Рима. Самое поганое государство, которое было в истории, это Рим. Средиземноморские цивилизации пришли. Вот вверх апогей бессовестности, безнравственности, это Римская империя. Она пропиарена как главная в мире. Сегодня Америка, все являются продолжателями римского права. Закон Божий один. А правда черта и конституция. Значит, они все не правы. А закон Божий в русских пословицах. Значит, пословицы только единственные сводбы. Кстати, староверы живут удивительно нравственные. Какие же они нравственные люди? Они живут по пословицам. У них в доме до сих пор матриархат. Женщина главная. Мужчина главный добытчик. Он как министр иностранных дел. А женщина министр внутренних дел. Они не изменяют женам. Они не пьют, не курят. А наркотики я не говорю. Как можно было их сегодня назвать преступниками? Это самые добропорядочные люди из всех, которых я видел на земле. Для меня я никому не навязываю эту точку зрения. И вот, наконец, все эти торгашеские государства превращены. Вся сила собирается в Риме. Это русские, я вам говорил сегодня. Вся сила Рима была бы труска. Самоназвание трусков расыны. Это самоназвание. Это были, они говорили почти на нашем языке. Но уже более рационально. И поэтому в латынь перешло очень много наших корней. Цезарь говорил, что он и труск. Все белые римляне хвастались, что они и труски. А черные пришли с юга. До сих пор в Италии. Юг и север различаются. В Испании различаются. Везде различается север и юг. Даже в штатах различается север и юг. Потому что север всегда более научен, духовен. Всегда более тонок в мировосприятии своем. И посмотрите теперь на римскую цивилизацию. Куда дошли границы Рима? Только туда, где были славянские государства. Адам им посусал их давать. Ни одного славянского государства Рима не загорел. И никто об этом не говорит. Да вы взгляните на карту. И вы увидите, что чуть-чуть затронули только Великобританию. Ну, бритов затронули. И тот чуть-чуть. Дальше города Бата не прошли. Но! И тут начинается священная война. Первая священная отечественная война. Славянские. Славяне не переносят рабство. У нас были рабы у скифов. Но они получают зарплату. И раб от слова рабочий был. Как по латыни раб. Славус. Мечтой. Рабом сделать. Это было завоевать славян и сделать рабами. По-английски поэтому раб славяне называется. Это от нашего слова. И вот, когда Рим достигает потрясающей безнравственности, окончательной, объединяются все народы славянские. И говорят, надо уничтожить. Торгашей надо с лица земли стереть. Потому что это идеалы жира. Слово богатый, это слово бог. А жир, это то, что мы называем богатством. Поэтому называли жирный человека. Того, которого мы сегодня называем богатым. Это точнее слово. Они объединяются. И так вломили имя. И их назвали вандалами. Это объединенные народы, которые уничтожили рабство. Никто же не задумывается, что с этого момента на земле перестало существовать рабство. Но вандалы, это объединенные народы наших предков, попали под пиар имя. Им так понравилось. Им понравилось то, что они не доуничтожили. И они сами попали под власть жира. И сами перестали существовать. И они заслужили полицания в этом. А не в том, что они гранили римские дворцы. В римских дворцах была самая страшная, из-за чего началась эта священная война. Папирусы писались на коже человеческой. Самые дорогие. И самые дорогие на коже славянских детей писались. И эти папирусы надо было придать одну. Просто так, ну похоронить. Чтобы они были развеяны. Вот из-за чего началась эта война. Но летописи писали торгаши. Заказывали. И они изменили всю эту историю. И надо немедленно писать роман об этом. Теперь дальше. Все рассказать я не смогу. Вы понимаете. Но так, чтобы вас заинтересовать. Дошли до первого языка мира. Он только в нашем языке. Можно его расшифровать. Как созревал язык? Появлялись звуки на природе. Вот интересно. Чтобы вам фантазию, по-моему, ученые провели опыты и обескуражены. Действительно, самый сильный звук, который издает человек, волна звуковая, это звук Б. Б. Р-р-р, это внутрь. А Б наружу. А О объединяющий звук. О. А Г граница. Бов. Квантовая механика подтверждена. Интересно, что цвета радуги расположены друг за другом и произносятся, вы знаете, как красный, оранжевый, желтый. Так вот, вибрации этих слов, частоты, пропорциональны частотам световым, как меняется. То есть, красный, это низкая звуковая частота, а фиолетовый, высокая. И вот так постепенно. Как в слова могло это попасть? Как это не было квантовой механики? Волновая механика. Квантовая это наука. А как само явление, так волновая механика. И сегодня многие русские слова подтверждаются учеными, которые работают в этой области. Более того, я вам приведу самый неприличный пример, который ходит. Буква Х означает Х хромосома. А буква У – И хромосома. А буква И – это мужик фалосом тянется к другу женщины. И взрыв волны энергетической. То есть, это не ругательство. Это мантра рождения новой жизни. Вот почему наш народ пишет это на забор. Потому что это не ругательство. Ведь слово «член» никто не пишет. Потому что этого нет. Член и есть член. Это другое. Это другое. Как это могло родиться? Я бы объясняю только одним. Интуиция. Интуиция матриархата эмоциональная. И так можно разобрать множество слов. Звук сгущался. А-а-а-а-а. Сгущайте. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. появился. Вот откуда АМ АМ ЕМ АМ 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 Америка АМ АМ Я удараю от собственных выводов Я вам честно скажу Я уже не знаю, где правда, где нет Но когда они смеются, обычно правда И вот это я знаю Правда, пора Да И интересно вообще азбука русская Англичане не знают откуда слово Бук, я вам говорил сегодня Слово буковая дощечка, где вырезались Первые черты реза, потом превратились в слово Буква, ВА это вода Значало, а легче резать было И вот получилась буква Бук, английское от этого слова Кстати интересно слово ЛАВ Это наша любовь, только любовь Это лю, это любовь Бог, Бог, В, верность и женский мягкий знак Они выбросили мягкий знак и Бог Получился ЛАВ Их любовь, это безбога Контракт подписать Врачный Какой Бог, бесприбыльное существо Только если выпросить у него что-то Вот, вот их Еще интересно, буква Р Р Мужчина Вообще все буквы наши Наши, заглавные Заглавные буквы не для того, чтобы писать быстро Это руны По-латышски говорит РУНАТ Руны были не у норвежцев, как мне скажут и черные Они от нас пришли к ним Просто засечены были только там Потому что у нас никто не собирался это хранить Это было просто знание И все Мужской половой орган Женский половой орган Соедините мужской с женским Здесь сперматозоид Жизнь Жен Вот два мужских знака И другие Этого нет нигде Эти знания потеряны С переходом мира в потребительскую сущность Мир потребления Вот он опасен для человечества Единственное, кто может выручить человечество Это Россия Почему? Потому что это Евразия Только у нас такое количество людей Ночью может собраться И нужно послушать Человеку, у которого дико количество мусора в башке С точки зрения Запада, это мусор Чужие, это не приносит денег Значит, это уже не должно быть Я сегодня вам говорил Стихи читаю Пишут молодые люди На Западе нет этого Вы посмотрите голливудские фильмы 150 раз слово задница А стихи ни разу ни под ног не произносятся Почему? Потому что у нас и мы на своей земле А они наши дети, тинейджеры Мы родители Мы корни этого дерева под названием человечество Но корни всегда не красивы Красивы листва Но если листва обрубит корни Они сами загнутся Эти знания, которые я даю сейчас Имеют большую опасность Мы главные Не они, а мы Наш язык главный Это не так Мы несколько раз Мы преступники, что мы предали наше прошлое Мы обрубили пословицы О которых я вам сегодня рассказывал Мы забыли собственный язык И суть собственного языка Мы забыли Природоведическую суть нашей жизни Мы пошли за идеалами Запада Вот почему мы плохо живем Нам не дано это Мы можем взять с них умение строить Дороги, аэропорты Котлы, водопроводы Но не голливудские фильмы И не западная реформа образования Если мы им уподавляемся С точки зрения духовности Нам киртык Нам это вообще не дано Самые замечательные люди В российской глубинке существуют Я был на Алтае Там до сих пор повозят девушек Ночью пацаны И не берут с них денег У нас девушки Если на дороге голосуют Это проститутка А у них нет Они не берут деньги Это же не положено Ну как это стыдно Взять деньги и подвести человек У нас сохранялись Удивительно светлые люди Во всей нашей России Только в России существует выражение Уму-разум Разум это просветленный Ум нельзя перевести Немного один из них Потому что разум не существует У них ум и разум Вот очень интересно Отчи у нас А у них глаза Глаза глазеть А очи очаровывают Очи им не нужны Им нужны глаза Чтобы торговать Нужны глаза И воевать нужны глаза Уста Устанавливать истину Рот У них есть слово Рот Уста даже не объяснишь Что такое Поэтому нельзя перевести Пушкина на английский Он будет плохим Байроном Потому что слова Другие Мантровость другая У них есть рот Кстати интересно Что все части тела Правильно названы Тот на нашем языке Сердце Средины Верия Желудок Жизнь Желчный Желтого цвета Чакра здесь находится Моя вообще Легкие Нет же этого Человек Который легко Думает Он легко дышит А кто легко дышит Тот никогда не болеет Поэтому воспалит легких У тех Кто тяжело думает И целители знают Этот момент В наш язык Заложена это Печень Печень Она разогревает кровь Это функция печени Печень на 2 градуса Выше остальных органов тела И западная медицина Этого не знает У них как печень Ливер По базу В пендюре тебе Вырезать печень И в пендюре Что такое Предстательная железа Предстать Более того Матка Материя И как душа В матке Формируется Энергия И материя Есть Слово Неприличное Но оно очень правильное Оно стало неприличным Вообще мат стал неприличным С переходом христианства На Русь Потому что эти были слова Солнечного века Нашего золотого И они совершенно другое Означали И вот Целка Целая душа Это закрывает энергетически Женщина Бывает так Что женщина Сначала с одним человеком А рожает ребенка На другого И к ребенке Обязательно будет Немножко энергии От первого Но это известно Только волхва И мудреца И она У нее будет Ни связуха Что произошло Родничок Родникова энергия Заходит сюда А как по-английски Тот Верхушка Верхушка Мизушка Их интересует Это как части Туловища Их это не интересует С точки зрения Функции Как медведь По-русски Ведающий Не ведающий Медом Он не за складом А ведающий Что делать с медом Смотрите Какая суть Как по-английски Бэр Бурый То есть Цвет Вся Было такое слово Бер Бер Вот Бр 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 Опасность Бр Но Бр Говорит неудобно Старик говорит Бер Бер Стал Дух стихии Читался Бог разбуду Вот если мы сейчас Передеремся Все разбросаем Вот отрежем Кондиционер То у нас Разбушевался Дух Бера Ассоциировался Он с шатуном Дух Бера С медведем Шатуном Разбушенный С берлоги Выгнанный Поэтому Режащий Бер Берлога А где Берлоги делались В сугробах А сугробах Бер Наметались За деревом И дерево Называлось Бер Потому что За Бера Стоять Самое Берложье Место Где В Европе Берлин И когда Я рассказывал Об этом Немцам Они говорят А у нас Медведь На гербе Берлина Правда Только Вы не знаете Откуда А на острове Люди Руян Руян По-русски Буян В сказках Пушкина Я был В Германии Это неподалеку От Германии В Малдийском море Там Капище Сметовита Стоит И немцы Сегодня знают Что там Жили Славянские Там Жил Славянский Народ До появления Готов Задолго И волхвы Говорили Не ставьте Здесь Село Дух Бера Разбудите Поставили Назвали Берложье Тогда Волхвы Говорят Раз уж Вы поставили Прибавьте Хотя бы Имя Кончатрие Уравновесить Дух Берлин А потом Они вообще Потеряли Мягкий знак И стал Берлин И разбушевавшись Дух Бера Выплескивал На нас Волны Агрессии В течении Двух Тысяч Лет О чем Предупреждаем Волхвы Вот Какие Интересные Вещи Существуют Еще Интересное Слово Поросенок О котором Я вам Рассказываю Рождается Свинья Как рождается Русский Язык От звука Природы Вот Родилась Свинюшка Хрюш Хрюш Шар Шар Заткнусь Дают Есть Ей А Рождается Ребеночек Детеныш Как его называли Старинное Русское слово Похрюшонок То есть Похрюш Родившийся Но Биоритмы Сживаются Выбрасываются Лишние буквы Балласт Выбрасывается Реставляться Поросенок А туда Переходит Порт Еще Сжалось Свинина Позднее слово И от дешевого мяса Ее ели с вино И поэтому Свинина Называлась Но у нас Целый верь В слов Еще Потому что Хрюши дают В корыте Есть И говорят Хрюша На И корыте Называется Хроня А на зиму Кладут продукты Туда Отсюда Сохранить Сохранность В конце концов Сберкассы Где хранятся Камера Хранения И что интересно В генетике Нашей Эти знания Есть До сих пор Деньги Храним В коросенке Какие у нас Удивительные Есть знания В генах Мы знаем Больше Но надо Активировать И вы Сегодня Если будете Кому-то Рассказывайте Вы не запомните Что я говорю Не имеет Никакого значения Знайте Другая история Другой Дальше Я вам расскажу Про язык То О чем Вообще Даже Вот я по телевидению Не могу сказать Вот например Язык возник Не потому Что надо было Трудиться Маркс не прав Детей рожать От любви Родился язык И поэтому Первыми словами Было Обозначение Божественных Сил Как рак Огонь Труд Труд И обозначение Половых органов Потому что Рожать надо И вот Мужской Половой орган Назывался Ла Почему Потому что Заклиная его В период Бессеннего равноденствия Перед тем Как рожать детей Били Ла Ла Круг его И поэтому Он назывался Ла Ла Л А женский Половой орган Назывался До сих пор Кстати Папса Поехали Ля 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 Но они не знают Что Ля Ля Просто Ла Это Большой А Ля Это Как И Вы Я надеюсь Это Будете Распространять Распространять Да ради бога Не Да ради бога Но я ничего плохого То что я говорю Вообще Казалось бы Фантазии Очень много То есть Не Израиль Я понял Но История Сохранится А в женский Половой орган Назывался Внешний Половой орган Назывался Дар И вот Отсюда Слово Дать Дающее Зад Задар Находящийся И отсюда Замечательное Слово Приятное Нашему Обы Лада Приладится Наладится Задит Поладит И даже Башина Вроде Фуфло А когда Нас Задар А Нас Задар И Вроде Ничего Да Ну И как Приятно Слышать Это Нас Заложено Это Вибрации Русские Слова Это Вибрации Если Вы Утром Будете Говорить Вот Солнце Руки И Горите Ура Это Достаточно У Вас Весь Мой Только Ниским Голосом Ура Чтобы Прошибало Чтобы Кундалини Поднималось Ура Или Живо Или Папа Мама Радость Есть слова Которые Не надо Даже Молиться Потому Что Молитва Это Информация Боже Дай Мне Чего Небудь Кстати Слов Господь Нехоро Господин Никогда Творец Нас Нас Не Создавал Рабами Это Нам Потом Дали Это Слово Вместе Со Спасибо Творец Бог Боже Всевышний Но Не Господин Он Сдрагивает Когда Его Называют Господином Потому Что Он Хочет Чтобы Мы Были По Ему Подобию Творцами Но Никак Не Господин Вот Таргашеское Мышление Оно Ввело Нам Вот Эти Слова И Далее Слова Господи Ну Вот Оно Неправильно Оно Неверно Оно Вернее Так Пока Я Вам Не Гаври Оно Верное Невинное Овца Который Не Знает Но Если Знаешь Я Исключил Из Всех Молит Слов Господи Исподнее Испод Это Вообще Из Другого Мира Это Вообще Никому Молятся Даже Не Хочу Говорить Кому Мое Мнение Принимайте Нет Ваша Интуиция Вам Подскажется Откуда Откуда Кстати Слава Чу Чу Это Интуиция Чудо Чутье Чувство Получу Родившееся Чаю Ча Да Луч Откуда Вы Из Да И Интересно Что Семя Может Собой Называлось Ва Ва Это Язык Начала Палеолита Еще Нет Слов Это Звуки Сложились В атомы Слов То есть В дифтонге То есть В слоге И вот Один из Таких Дифтонгов Ва Это Семя Отсюда Вау Извержение Семь Отсюда Лава Стикает Отсюда Ва Лакано Ва Лакано Потому Что Валканы Ассоциировались С Деторождающей Сущностью Бога Рав Так же Как И Солнце И Извините Я Уж раз Такая Пьянка Пошла Я вам Еще Больше Скажу Яички Мужские Назывались Ко 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 Несет Яичко Поэтому Кола Полный Набор Мужских Полный Гениально Да Поэтому Когда Называют Кола Напиток Ему Все Начинают Погубать А Когда Шанель Коко Взяла Себе Бабы Раскупили Напрочь Мы же На вибрации Заложим Интересно Что Кола Называлось Солнце Потому Что Это Деторождающий Орган Бога Рав Он Оплодотворяет И Первые игрушки Я их видел Раннего Палеолита Это Мужские Половоорганы Стамбе Назывались Они Ко Ко Ла Ку Что Такое Кла Ни Это Принадлежность Ко Ла Ни Ко Ла Ни Принадлежащие К Одному Богу Евреи Перевели У них 12 кланов Они Перевели 12 Колен Это Кланы Были Но Они Взяли Позднее Слово Колено От Слова Кол Дело В том Что Я вам Сейчас Говорю Атомы Слов Это Скажем Ну Скажем Так 100 Тысяч Лет Я Не Могу Тоже Скажу А Потом Слова Меняет Смысл Кола Стало Называть Солнце Поэтому Все Круглое Стало Перешло На Коло Около Колодец Колот Колесо Все Что Круглое Стало Колено Чашечка Здесь Круглое Чашечка И поэтому Колено От Круглое Евреи Неправильно Перевели Просто Получилось У них 12 Колен И никто Не может Понять Какие Колены Это Кланы Очень Много Слов Становится Понятным Слава Все То Все Ла Ла То есть У кого Больше Детей Тот И славен Вот Откуда А Ава Уже Потерял Какой Был Самый Больший Народ Слав Ян Вот Кто Был К слову Слава Добавлен Ян Крест Ян Дин Какие слова Хорошие Рабочие Адвокат От слова Ад Министерство От слова Стерна Вообще Удивительный Язык Вот так точен До сих пор Видно Где же Какая Мразь Оказалась Армагедот Только на русском языке Расшифруется Ар Земля Мат Волшебство Дон Жидкость Очищение Волшебной Жидкости Велики К нам Возвращается Иностранные Слова Но С нашей Когда Подставляют Наши корни Принимаем Нестоящий Их смысл Вот Какие Интересные Друзья Мои Я честно Говоря Не знаю Чего Дальше Говорить Я мог бы Еще Много Что Рассказывать Но Если Хотите Задайте Какие-то Заключительные Вопросы Дабы Как-то Подвести Дальше Дальше Выпивали А для России Это большая беда И вот вопрос Как удалось Преодолеть Почему Пришло Осознание Что Надо Завязать Я Выпивал Я Очень Любил Пушкинское Время И думал Что Я Гусар Оказалось Что Я Просто Пья Два раза Я Я Почему Я Об этом Говорю Спокойно Потому Человек Который Признал Свои ошибки Может Сколько Об этом Говорит Это Действительно Моя Ошибка Я Разрушил Свой Организм Мне Пришлось Этим Организмом Заниматься И Это Какой-то Был Интересный Посыл Мне Боль Это Божья Любовь Поэтому Бог Посылает Свою Любовь Через Знаки Через Боль Но Человек Принимает Таблетку Не Чувствует Знаков И Спорт Тело То есть Тела Спорят Мозгу Нет Это Совершенно Беспредметно Бесперспективное Занятие Физкультура Физический Культ Ура Одно Слово Не очень Хорошее Культ Дети Выбрасывают Говорят Физра И Я Когда Физоспитание Ну Хорошее Слово Питание Пит Слово Пицца Откуда Питание Русское И Я Действительно Мне вообще Не интересует Это Для меня Потерянное Как удалось Победить Потому что Сегодня В России Много Творческих Людей Страдает И Бусарит И Вот Какой-то Если можно Несколько слов Чтобы помочь Им Я скажу Как На мой взгляд Можно Но это Очень сложно Ну Можно Конечно Обращаться К врачу У меня С знакомым Ходил К врачу Гипнотизер Тот Сказал Значит Сто Доллар Тут Положил Говорит Будешь Пить Умрешь Сука И Все На этом Гипноз Закончился А я Сидел В соседней комнате Через Месяц Ну Все-таки Желко А через Месяц А он Звонил 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 Значит Я Не Пью Я Говорю Слушай И Я Не Пью И На Меня Попал Сейчас Сейчас Отвечу Но Я считаю Что Вообще А как Нащупать Все Что Радостно То Правильно Ведь Слово Удовольствие Неверное Слово Удовольствие От слова Уд Уд Это Вот Когда Кова Стало Круглым Уд Означало Член Удовольствие Это По воле Члена И Удовлетворение Это По воле Члена А есть Радость Женское Чувство Мужское Удовольствие А женское Приятно То есть Приять тебе В каждом Слове Есть Волшебство Просто Завораживающее Что такое ладья Дья Это Это Бурные Энергии Завихлить Дьявол Вол сила Дьявол Ладья По ладу Через Быстрину Проходит Что такое Корм Кормило Это весло У лодки Оно проводит Вас И вот так Любое слово В русском языке Этого нет Ни в одном языке Как можно было Нас называть Что с приходом Барьягов У нас Началась жизнь Это сделали Немецкие Ученые Которые Были при Екатерине Один человек Знал правду Не Они знали многие Но один человек Поролся за эту правду Это был Ломоносов И его Отравили Отравили Немецкие ученые Он даже подрался Однажды На заседание Академии С кем-то Потому что Он все это знал Его друг Шишков Тоже много Из этого знал Ничего не смогли сделать Русский язык Стал Самые страшные Потери Были во времена Петра Петр Изменил еще раз Азбуку В первоначале Нашей азбуке Было 144 буквы Все время Ее уничтожали Как сегодня Борются еще Против одной богу Против буквы Ё борются Ё Это сильный звук Ё Бо Означало Бо-бо Это действие Бо Действие Бо-бо Сильное действие Е Вот А Е Усиление Усиление Е Бо Это сильное действие Е Бо Ра Действие Бо-ра Извините Отсюда Вот это слово И более того Квантовая механика Заложена В основу русского языка Вибрация Через Е Было Минолю Коль Ебания Коль Ебания Бог Создал Мир Поэтому Николай Ебич Игорь Ебич Кто Рожал Коль Ебания Переебенка Но Пере Ушло Вре Сократилось Со временем И одно слово Наше Прозевание Мужская Суть Бога Творца Мужская Половина Называлась Простите Ебун И отсюда Мольебен Молитва Прозевали Не знаю Блаженная Дива Стала Блата 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 Звали Татары Вот откуда Сказали Что в мат Пошел И Татар Да это Чистая Женщина Была Которую Просто Не могли Татар Произнести Блаженного Говорит Блата 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 Вот так Проделось Это слово Петр Наносит Страшный Вред России Но Он Пропьярин Западом Потому Что Он Подложил Нас Под Запад Под Голландию Со своей Форточкой Пробуденной Петр Вверх У него Не росла Борода И поэтому Он шутко Комплексовал Он был Очень слабым Мужчина Поэтому Он создавал Легенду О себе Как под Половом Гигант Рубил Головы Брил Бороды Рубил Головы Чтобы показать Казнить Собственного Сына Это Страшнейшее Преступление И целый Рот От него Романов Пошел Ведь мы Не задумываемся Над этим И конечно Он нанес Неповторимый Вред Он убрал Еще много Из русского Языка Букв И русский Язык Превратился В старый Славянский Вариант Тяжелые Слова Тяжелое Мышление Ломоносов Шишков Державин Хотели вернуть Это все У Державина Не хватило Таланта И когда он Увидел Пушкина Державин Аж заплакал Он видел Вот этот Пацан Вернет Россию К русским Если бы Пушкин Написал Только Евгения Онегина Хорошее Произведение Замечательное Пересказать Не очень Хочется Пушкин Был бы Улучшенным Батюшком А он Написал Руслан Игульмин Сказку Царя Салтане Он написал Попа Балда Откуда Арина Радио Она была Ватхвички Признак Что сделал Почему Пушкин Гений Мы говорим Гений Гений Но не каждый Может объяснить Один Пушкин Вернул всю Россию К истинному Народному языку От старосветского языка От светского языка И мы мгновенно Получили Толстой Чехов Достоевский Лерона Такую плеяду Величайших людей Получили А и один человек В поле боя Если поле созрело Без всяких Постановлений Правительств Представляете Путин бы издал Указ Ошибить русский язык И ментам бы Поручили Эту Завалено Все было бы Напрочь Вот чем Гениальный В России Сегодня надо Немедленно Господин Не буду говорить Это плохое слово Дорогой Владимир Надо ставить Памятник Арини Радиона Потому что Она нас спасла В определенный момент Я разговаривал С учеными Которые знают То, что знаю я Но может быть Не в таких объемах А они ученые И один из них Меня спрашивает Откуда вы знаете Сколько лет вы занимаетесь Я говорю Да года два А он говорит Я 30 лет Я не знаю А потому что Они не признают Своих ошибок Они друг с другом Спорят Какая руна правильная Может я что-то ошибся Это вообще не будет значения Имеет значение Самое главное Смысл Вы спросили про людей Я обязательно должен сказать Что в России Всегда великими становились Те, кто умели Свои ошибки Замечательно Россия никогда Не долетит До пропасти Это не возможно До дна пропасти Она будет лететь Лететь До дна Потому что всегда Появляются люди Суворов Жуков Минин Пожарский Сергий Радонежский Королев Даль Пушкин Арина Радионовна Многих Которых Мы не знаем Я назвал Людей Которые Эти люди Обозначены В великолепных Романах Алексеева Сергея Возьмите Сокровище Валькирии Почитайте Первый роман Лежащий Стоящий Солнце Но без него Не читайте Без первого Романа Его Он их Называет Этих Людей Гой Гой От слова Го Идущий Гой Иси Добрый молодец Гомодеева Говорила Баба Ига А йог Обратное Слово Гой Почему я сон Потому что вы сказали Сидеть В монахах Есть свой смысл Они определенную Вибрацию Создают Но значительно Почетнее Оставаясь здесь Делать что-то Потому что йог Это ушедший В себя Мне говорят Вы йог Буддисты Я говорю Я никогда в жизни Не был буддист Потому что буддизм Для меня Это эгоистично Слишком Это уйти в себя И наслаждаться Внутри Радости Нет Будда От русского слова Буддить Он как будильник Потому что он был Арием И голубоглазным И он говорил Не ставьте Золотые статуи Мне никогда Вся Индия В золотых статуях Они тоже предали Основу своей религии Хотя они И существуют Пять каст Знаете У них есть несколько каст И главная волка Рахманы Потом идут Воины Потом идут Слуги А потом Таргаши 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 должны быть Но они должны По нашим законам А потом Неприкасаемые И когда приехал Один из послов США К Индире Ганди Говорит У вас только Количество бедов У вас же революция будет Индире Ганди Говорит У нас Никогда У вас будет Таргаши Потому что наши люди Живут В нашей вере Они Неприкасаемые Понимают Что они в этой жизни Должны так прожить Чтобы следующие Потому что они допустили Грехи в прошлой жизни И поэтому Это ведическая вера Наших предков Не религия Вера Вера и религия Понятия разные Я поэтому Попросил Чтобы я еще Вот договорил Это Потому что Мне хочется сказать Что Есть Несколько путей Как развиться Первое Услышать Знаки болезни И найти способ Слушать врачей Ну по самому Себе делать Второе Находить свои ошибки Способ Обязательно И оценивать их Я запрещаю Своему штату Сотрудникам Вырезать Оскорбительные письма Из моей электронной почки Противно читать Я вам честно скажу Но 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 Всегда Чего-то правильное Есть Вы негодяи В Америку клеймите Действительно Я не прав Потому что Так просто Клемить народ нельзя Для красного словца Я иногда Перебарщиваю Потому что Про народ Так говорить нельзя Каким бы он ни был И часто Люди правы бывают Второе Есть еще Тайные вещи Например Мужчина Только тогда Открывается По рассветлению Если он может С любимой женщиной Провести ночь в постели Не трону Когда он сумеет От этого отказаться В нем появляется сила Сила в отказах Не только от женщины Если вы откажетесь Однажды От больших денег Не чистых Вы сильнее станете Один индус Астролог Попросил меня Говорит Можно я ваш гороскоп Посмотрю Что-то там Странное Я ему дал данный Он посмотрел Говорит Вы очень много потеряли Вы не стали Вы потеряли богатство Вы потеряли власть Вы потеряли политику Я говорю Какие даты Он мне назвал даты Все даты Когда я приобрел Точные Но со знаком наоборот Потому что Его гороскоп Выстроенный бизнесмен Я потеряю Теряя Я приобретал У меня была Сделка На нефть Я вырухолодил фондом И сидел Одиннадцать человек Двенадцать Не помню Вы знаете Я первым встал И сказал Ребята Я не могу в этом участке Да у меня таможенные льготы Но идите в другой фонд Я не могу Я Борис Николаевич Обещал Что воровать не буду И пацаны Помню Даже пацаны Там были Точка зрения Понятна В живых Осталось Два человека С этой встречи Один из них Я Потому что Первым встал Ушел А второй Уехал в Америку Сделал пластическую операцию И никогда В Россию Не возвращался А те Пошли в другой фонд И этот фонд Зарвали на кладбище Потому что Была нефть Которую я достал В Сургуте Ее надо было Потом поделить Вместе с таможенкой Я отказался В отказе Просветления Вот это Очень важно Но не каждому Это дано Для этого Надо было Нужна быть сила Что такое сила Все Ла Где-то я считала У женщин на аванс Сила появляется Вообще Если вы затронули Эту ночную тему Я хочу вам сказать Женщины живут Дольше по одной Простой причине Знаете Они семья не извергают Самая лучшая Здесь мужчина Это его семья Потому что Это для рождения Ребенка Это самый качественный Его талант И когда наши Олигархи Пытаются Каждый вечер Поймать бабу И Извините Испытать оргазм Они стареют И они С каждым оргазмом Приближают Семь смерть А женщины Этого не делают Не Они смысле Оргазма не испытывают Не Они не сверяются И поэтому Они дольше живут Американцы Не такие тупые Они узнали Что даосы знают Это И что тантры Это знают И они стали изучать Они справили опыты На червях А оказалось Черви Не отспаривающиеся Живут в два раза Дольше Чем спаривающиеся Есть другие технологии Когда Процесс Гораздо Важнее Концовки И вот Кто владеет этим Тот может Четыре часа Работать На концерте После того Л Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова